В Серпухов приехал Пушкин. Восковую фигуру легендарного писателя привезли организаторы выставки из Санкт-Петербурга. Вместе с Александром Сергеевичем в зале музейно-выставочного центра можно увидеть и оживших персонажей его произведений. Как заставить восковую фигуру двигаться и сколько времени на это нужно, узнавала и наш корреспондент Ася Климова. «Белка и сказки о царе Салтане» – самый популярный экспонат у маленьких посетителей. В клетке она не только чистит орехи, но и рассказывает фрагменты из известного произведения. За время гастролей у сказочной героини даже появились свои приметы. «Белка», конечно, является самым любимым героем детей. Мы понимаем, что сказки Пушкина немножко детская у нас выставка. У нас приходят разного возраста люди. Но почему-то «Белка»… Есть здесь такое, у людей появилась такая традиция, что ли, оставлять монетку, загадывать желания. И это интересно очень детям. С книжных страниц прямо в зрительный зал из северной столицы приехали десятки восковых персонажей известных русских сказок. Название сюжетов специально не подписывают. Учат маленьких посетителей напрягать память. Организаторы признаются, что к фольклору обратились не просто так. Подумали, решили, что никто другой, как Пушкин, сказки Пушкина, подходят именно под это. Когда мы услышали о том, что год литературы президент сказал, а почему бы и нет, почему бы и не показать поехать, думаю, что это очень хорошо подходит эта тема как раз под это. Для того, чтобы собрать героя сказки, используют настоящие волосы и глазные протезы. Звучит жутковато, но смотрится очень реалистично. Восковая кукла, как настоящий артист, сразу после скульптора отправляется к дизайнеру, чтобы одеться, и гримеру, чтобы наложить макияж. Для создания одного персонажа требуется полгода работы. Дальше в дело идут современные технологии. Оживить царевну Лебедь и царя Гвидона помогают военные разработки. Здесь мы с вами видим только видимые части воска. Понимаем, что это головы и руки. И есть такая техника, все знают, папье-маше. И на это папье-маше, то есть вовнутрь, встраивается механизм на движениях. Изначально, конечно, выставка не предполагалась как под звук и движение. Потом организаторы подумали и решили, нужно сделать еще интереснее. Чтобы максимально погрузить зрителя в сюжет, перед героями нет никаких ограждений. Трогать фигуры нельзя, но рассматривать их лучше вблизи. Увидеть вживую оживших персонажей сказок можно в музейно-выставочном центре до 29 февраля. Ася Климова, Ольга Волкова, ОТВ, Серпухов.